У какого сериала самая крутая заставка? Уверен, что многие скажут, что, конечно же, у Игоря Престолов. Там и идея, и исполнение, и музыкальная тема. Это действительно культовая заставка. Кстати, напишите в комментариях, какие заставки входят в ваш личный топ. Ну а для меня с 2016 года на первом месте по-прежнему остается вот эта заставка. Это заставка сериала Паула Соррентина «Молодой папа» с Джудом Лоу в главной роли. И сегодня я расскажу вам, почему это по-настоящему шедевр. И как Соррентина удалось уложить в полторы минуты две тысячи лет истории католической церкви со всеми ее взлетами и падениями. Какие ключи к пониманию сериала спрятаны в десяти произведениях искусства? Ответим на эти вопросы, а заодно с помощью графики попробуем воссоздать эту заставку в домашних условиях. Итак, в заставке мы видим, как Джуд Лоу, он же Лени Белардо, он же Папа Римский Пи 13-й, идет по картинной галереи под офигенный кайвер Девлина на песню Боба Дилана «All Along the Watchtower». Уверен, вы посмотрели ее по раз, а затем проматывали. И очень зря. В ней на самом деле очень много скрытых смыслов и пасхалок. И каждая деталь — это отсылка, которая выводит наше понимание сериала и персонажа Лени на совершенно новый уровень. Взять хотя бы саундтрек. Казалось бы, где Папа Римский и весь этот рок в современной обработке. И можно было бы подумать, что это такое заигрывание со зрителем, ведь Сорентина очень любит эпатировать. Но на самом деле это не совсем так. Среди знатоков творчества Дилана бытует мнение, что текст его песни прикликается со строками из книги порока Исаии, в которой говорится о Страшном Суде. А это чуть ли не центральная тема христианства, да и сериала в целом. И вот еще любопытное наблюдение. Все картины в галерее, по которой идет Лени, на самом деле четко соответствуют эпизодам. То есть первая картина — это первая серия, вторая картина — вторая серия и так далее. Уверен, самый внимательный зритель тут же мне возразит, ведь картин всего 9, а серии — 10. В чем же подвох? Об этом мы поговорим в финале выпуска, так что досмотрите до конца. Итак, первая картина на пути Джуде Лоу — это полотно Геррита Ван Хонхорста «Поклонение волхвов». И если мы хотим воспроизвести заставку, то давайте начнем с самой сцены. Открываем After Effects и создаем новую композицию. На сайте Ambient CG я в бесплатном доступе нашел вот такую классную текстуру, которая вполне подойдет для имитации покрашенной стены. Слегка ее отредактируем и с помощью базового модификатора Repetile затайлим ее на весь экран. Теперь добавим сверху карниз, как в нашем референсе. Где-то здесь пусть будет фейковый источник света и слегка затемняем нижнюю часть. Вроде похоже. На сайте Archive я уже нашел нужную нам реподукцию 1606 года, осталось сделать раму. Она должна быть вот такая золотая, с какими-то веточками, в общем, замудренная. Сначала отрисуем базовые элементы в иллюстраторе, прямоугольник, прямоугольник и готово. Теперь сделаем вот эту штуку и веточку, которую мы потом продублируем. Основа готова и переносим ее в Cinema 4D. Тут все довольно просто. С помощью банального экструда выдавливаем поверхности на нужную глубину и делаем фаски, чтобы смотрелось богаче. И клонируем эти элементы по периметру рамы. Осталось добавить источник света, он должен быть где-то здесь вверху. Сзади поставим стену, чтобы получилась тень. Настраиваем стандартный материал и жмем рендер. Да, с ним можно было бы еще повозиться, но вроде и так неплохо. Теперь вставляем нашу рамку в проект со сценой и подгоняем по размеру. Накладываем тенюшку, Ambient Occlusion, немного подиграем с кривыми и уже похоже на кадры заставки. И вот теперь мы наконец можем перейти к самой истории. Как и полагается хорошему сторителеру, Сорентина начинает свою историю вот прям с самого начала, с Рождества Христова. На картине поклонения волхвов изображена сцена, в которой на новорожденного Иисуса Христа пришли посмотреть волхвы. Они принесли младенцу драгоценные дары – золото, ладан и смирну. Но Ван Хонгхорст смещает акценты с этих мирских ценностей и по сути единственной драгоценностью на полотне оказывается младенец Иисус, как единственный источник света. Сцена с хвалхвами – это буквальная иллюстрация к первому эпизоду молодого папы, где на лене, так же как и на младенца Иисуса, приходят посмотреть все, кому не лень, чтобы понять, какой же из него выйдет папа и убедиться в его святости. Тут есть еще одна важная деталь. Внутри картины пролетает пеплеемская звезда, которая затем по ходу движения Джуда Лоу перелетает из картины в картину. О ее пути и трансформации мы поговорим чуть позже. Пока же все довольно просто – звезда родилась. Но вот вопрос – почему же Соррентино выбрал именно эту картину 1606 года? Ведь есть и работы более именитых художников на эту тему, да и среди прочих произведений Ван Хонгхорста это далеко не самое известное. Я не нашел ни одного интервью Соррентино, где бы он объяснял этот момент, поэтому все наши размышления – это, разумеется, плоскость интерпретации. Но есть в истории этой картины один исключительный факт. В ночь с 26 на 27 мая 1993 года на улице Виа де Джаркофили во Флоренции прогремел взрыв. Это был один из серий многочисленных терактов, совершенных итальянской мафией в те годы. В результате подрыва припаркованного автомобиля рухнула башня Дора Дель Пульчи, а также пострадало здание галереи Уфицы. Многие произведения искусства были сильно повреждены, в том числе и эта картина, которая, к сожалению, уже не подлежала установлению. Есть предположение, что уничтоженная картина – это, конечно же, метафора, которая символизирует разрушенное детство ленья, которое оставило ему множество травм и ложных воспоминаний. Буду рад, если напишите в комментариях свои соображения по этому поводу, а также присоединяйтесь к другим интересным историям и обсуждениям в телеграм-канале. Приходите либо по QR-коду, либо оставлю ссылку в описании. Ну, а пока что мы вместе с пеплеемской звездой перелетаем в следующую картину. Это не совсем картина, а фреска работы Пьетро Перуджино на стене с текстинской капеллы в Ватикане. Если поклонение волхвов – это рождение христианства, то вручение ключей – это уже рождение папства. Центральная сцена на фреске иллюстрирует фрагмент из 16 главы Евангелия от Матфея. «Вот я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я воздвигну церковь мою, и силы ада не одолеют ее. Я дам тебе ключи от Царства Небесного, и то, что ты свяжешь на земле, будет связано на небесах, а то, что ты развяжешь на земле, будет развязано на небесах». В этом фрагменте Иисус выделяет Петра среди прочих апостолов и наделяет его особыми полномочиями и властью решать, кого впускать в рай. Тем самым Иисус вроде как делает его своим наместником. Именно на этом и базируется одна из основных доктрин католицизма приматус папы. Она наделяет преемников апостола Петра, то есть римских пап, властью правительства Церковью. Это отражает и герб Святого Престола, на котором в Средниковой Геральдике поместили два скрещенных ключа, вместо привычных символов власти – мечей. По традиции золотой ключ символизирует власть на небесах, а серебряный – на земле. В последствии именно безграничная власть папы стала основным кайнем преткновения в диалоге между католицизмом и прочими христианскими конфессиями. И уже в раннее новое время среди высшего духовенства разных стран пошли разговоры о том, что вообще было бы неплохо ограничить это папское всевластие. Было принято решение созвать так называемый Вселенский Собор, чтобы навсегда разобраться с этим вопросом. 8 декабря 1869 года состоялось открытие Первого Ватиканского Собора, на котором, вопреки многочисленным протестам, все же победила Ультрамонтанская партия, поступавшая за укрепление папской власти. В результате католическая церковь не только не пошла на уступки, а наоборот, еще больше усугубила конфликт, утвердив новую догматическую конституцию Патера Тернус, так называемый догмат о безошибочности папы. Определяем, что римский епископ, когда говорит с кафедрой, в силу божественного содействия, обладает той же безошибочностью по делам веры и морали, какую по воле божественного искупителя должна обладать вся церковь его. Эти постановления вызвали внутренний раскол. Часть духовенства не признала решение Собора и отделилась в так называемые старокатолические церкви, независимые от власти Ватикана. Но, несмотря на ток верующих и падение популярности, католическая церковь вовсе не была намерена менять намеченный курс, что и подтвердилось во время Второго Ватиканского Собора. В новой догматической конституции Люмингенциум Папа Римский вновь был назван премником Петра, наместником Христа и зримым главой всей церкви. Лишь недавно, в 1995 году, Иван Павел II в одном из своих посланий отметил, что вопрос первенства Папы требует переосмысления, и что именно этот догмат является главным препятствием к объединению христианских церквей, то есть к экуменизму. Он призвал все христианские конфессии к диалогу, но, к сожалению, по сей день так никакого консенсуса и не нашли. Именно этот сложный и спорный вопрос поднимает Сорентина во втором эпизоде «Молодого Папы». И в своем первом обращении к народу, довольно жестком, Пий XIII обвиняет людей в том, что они забыли Бога, и напоминает им, что именно он теперь Папа Римский и вся власть в его руках. А в конце с разочарованием добавляют, что они его недостойны. Сейчас. Я не знаю, достойны ли вы меня. Я не знаю. Вообще, тема веры и обращения красной нитью проходит через весь сериал, но особенно громко она звучит в третьей серии, о чем нам как раз и говорит третья картина в галерее. Это картина итальянского художника Микеланджело де Карабаджо. Его также называют «Преображение на пути в Дамаск» или же, как в оригинале, «Конверсиона Ди Сан-Пауло». Все эти названия отсылают нас к одному из новозаветных фрагментов, а точнее к девятой главе «Деяния святых апостолов». Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осеял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Собственно, кто такой Савл и почему это вообще важно? Савл, он же Саул, он же Шауль, родился где-то в десятых годах от Рождества Христова в городе Тарсе. О ранних годах его жизни информации очень мало. Известно лишь, что он был фарисеем и участвовал в гонениях на христиан. И вот в 1934 году он получил задание отправиться в Дамаск, где он должен был схватить христиан и привезти их в Иерусалим на суд. По пути его осеял свет, он упал и услышал голос. Когда же он очнулся, то оказалось, что он ослеп. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И привели его за руки и привели в Дамаск. Через три дня к нему пришел некий Анания, который исцелил его именем Христа. Савл тут же уверовал, крестился и взял имя Павел, и пошел проповедовать. Впоследствии он и стал тем самым новозаветным апостолом Павлом и святым мучеником за христианскую веру. А выражение «путь в Дамаск» во многих языках стало фрадиологизмом. И означает какое-то событие, которое кардинально меняет историю и жизнь. Именно об этом шокирующем эффекте Бога на людей и говорит Лене в третьем эпизоде «Молодого Папы». Бог ошеломляет? Бог ужасает? Формально это снова не картина, а фреска. Она написана на стене Большого Метеорского монастыря, он же «Мигала Метеора». Собственно, «метеора» по-гречески означает «парящий в воздухе». Вот я тут на скетчфаб нашел фотограмметрию одного из них. Эти монастыри, расположенные на вершинах отверстных скал, действительно производят невероятный эффект. Но вернемся к фреске, на которой изображено одно из важнейших событий в христианской церкви. Это Первый Никейский собор. Ранее я уже говорил о Первом Ватиканском соборе, но на самом деле, по факту, это был 20-й после Никейского собора Вселенский собор. В первый раз собор был создан римским императором Константином I в 325 году в Никее. Отсюда, собственно, и название – Первый Никейский собор. Вот тут на фреске как раз изображен сам император Константин в короне, а вокруг него церковные иерархи, исполненные Святого Духа, на что указывают нимбы. В ходе этого священия, которое родилось более двух месяцев, был создан, скажем так, всеобщий свод правил для всех христианских церквей. Но не будем сильно углубляться в дебри истории церкви, лучше обрати внимание на этого персонажа. Как гласит вот эта надпись, его зовут Ариос, то есть Арий по-нашему. Он был одним из первых ересиархов, так в христианстве называют глав и основателей всевозможных еретических движений. Еще в 310-х годах от Рождества Христова он начал проповедовать идею о том, что Иисус Христос – это не Бог, это божественное творение, не единосущное Богу. Нам, разумеется, все эти теологические тонкости ни к чему, но в свое время у него было много последователей, которых называли Ариане. Это еретическое движение подрывало авторитет официальной церкви и грозило расколом. Во многом, именно для борьбы с подобным инакомыслием и был созван Первый Никитский собор, на котором учение Ария было осуждено, его изгнали, а его книги были сожжены. Вот поэтому он тут на фреске такой единственный без ним бы и грустный. И если вы помните четвертую серию, то в ней Пи-13 как раз-таки сталкивается с подобной проблемой. Какой-то местный пастух Тонина Петтула возомнил себя святым целителем и угрожал Ватикану тем, что создаст собственную церковь. Если вы в Риме продолжите называть меня мошенником, я буду вынужден открыть свою церковь. Разумеется, для него это закончилось так же, как и для Ария, но об этом мы узнаем уже лишь в пятой серии. Петр Амьенский, он же Петр Пустынник. Это полулегендарный персонаж конца 11 века. После завершения военной карьеры он удалился от света и стал монахом-пустынником, то есть отшельником. По легенде, он странствовал по миру и дошел до Палестины, где был страшно обечален бесценным положением тамошних христиан. Ну а дальше все по классике. В его сердце вспыхнуло пламя, и он во что бы то ни стало решил им помочь и спасти святую землю от мусульман. Он отправился на аудиенцию к папе римскому Орбану II и получил благословение на проповеди Диокрестового похода. И поехал по городам Европы, призывая к священной войне. Это, собственно, и изображено на нашей картине. Вот тут на белом муле в одной руке красный крест, а в другой стяг крестоносцев. Судя по всему, он был очень хороший оратор, так как сумел увлечь с собой десятки тысяч людей. По одной из версий, в марте 1096 года за ним в поход последовало более 50 тысяч человек. Конечно же, это были не знатные рыцари, а простые люди и бедняки. И в историю он вошел как крестьянский крестовый поход. Несмотря на то, что особого успеха у него не было, именно он стал своего рода катализатором и положил начало эпохе крестовых походов. Но нас, конечно, интересуют не сами крестовые походы, а то, что за ними стоит. В действительности, это очень любопытный исторический феномен, когда Папа Римский практически сравнялся с императором, получив собственную армию и все в таком духе. Он достиг полноты своей власти, как религиозной, так и светской. И вот совпадение. Пятая серия молодого Папы как раз об этом. Если вы помните, то Лени все время откладывал свое обращение к кардиналам, ожидая пока из-за Вашингтона доставят папскую тюару. Но почему же она была так для него важна? И тут нам снова надо отмотать немного в историю вопроса. Изначально папская тюара была просто белым колпаком, который приделали корону, которая символизировала святость и духовное лидерство Папы Римского. А во время крестовых походов к ней была добавлена еще одна корона, которая символизировала двойственность папской власти, не только как религиозного лидера, но также и светского. В XIV веке вышло еще одно обновление. К ней добавили уже третью корону. Но тут мнение расходится и не очень понятно, что именно она символизирует. Тем не менее, с того времени для каждого папы изготавливалась именно такая тюара, и они же столетиями были частью папского герба. Но в 1963 году новый избранный папа Павел VI прерывал эту традицию. После своей коронации он положил тюару на алтарь и больше никогда ее не надевал. А в 1968 году тюара и вовсе была передана в дар базилики непорочного зачатия в Вашингтоне. Все последующие папы, включая нынешнего папы Франциско, также отказались от тюары. Более того, уже начиная с Бенедикта XVI, папская тюара на гербе была заменена Митрой. Это такой простой литургический головной убор, который носит все высшее духовенство, начиная с епископов. В общем, отказ от тюары – это очень важный символический жест, означающий отказ от мирской светской власти. Но, как вы понимаете, Лене, он же Пий XIII, не мог смириться с мехотелостью своих предшественников. И именно поэтому ему была нужна именно та тяра, от которой отказался в свое время Павел VI. Этим он демонстрирует возвращение к истокам, к тем временам, когда церковь вызывала страх, трепет и уважение. Именно это нам и показывают в сериале, в сцене, где Папа Пий XIII восседает на троне в полном оплачении и с тярой на голове, а кардиналы в прямом смысле целуют ему ноги. К началу XIII века Европа уже изрядно устала от постоянных крестовых походов. Как и любая другая война, они сильно ударили по экономическому благосостоянию. В городах скапливались бедняки, инвалиды, а на полях некому было работать. И если предыдущий период в истории католического монашества прошел под лозунгом «Беллаторес», то есть воинствующие, то теперь пришла очередь «Лабораторес». На смену тамплиерам, тефтонцам и другим духовно-рыцерским орденам, которые были нужны для крестовых походов, пришли нищенствующие ордена, которые должны были помочь Европе оправиться от этой трагедии. И первыми из них, конечно же, были францисканцы. Этот орден был основан Святым Франциском в 1209 году. И его устав приписывал братьям совершенную бедность, неустанную проповедь и помощь больным. И вот на своей картине де Фабриано изобразил Святого Франциска, который получает стигматы. В христианской традиции так называют кровоточащие раны, которые открываются чудесным образом у особо набожных подвижников. И в истории церкви на самом деле было немало подобных чудес, включая и сравнительно недавних святых. Так, например, стигматы были у падре Пио, тоже монахо-францисканца. Разумеется, по этому поводу есть разные мнения. Кто-то вот и верит, кто-то пытается найти рациональное объяснение. Но для нашего разговора это не так уж и важно. Важно другое. В шестой серии к Пио 13-му как раз-таки приходят те самые францисканцы и требуют его отречения, чем вызывают праведный гнев папы. Я выберу все, что у вас есть. Все. Как видите, монахи смущенно прячут глаза. Таким образом, Сорентино очень тонко показывает нам, что со времен Святого Франциска, который за свою веру получил стигматы, францисканцы, как, впрочем, и вся церковь, скажем так, обросли жирком, окружились себя комфортом и мирскими благами. Собственно, с того момента и начинается постепенный упадок церковных нравов, что и будет наглядно показано на следующей картине из галереи. Здесь изображен Святой Фома, монах-августинец, живший в начале 16 века. Он тут раздает милость, у нее вроде бы все довольно благостно. Но тут надо обратить внимание на анимацию. Вифлеенская звезда, перелетая из картины в картину, из богового знамения, освещающего славные страницы католической истории, постепенно превращается в огненный шар. И, коль уж мы хотим повторить эту заставку, то давайте попробуем повторить и эту анимацию. Итак, открываем нашу сцену. Я уже нашел нужную нам репродукцию и сделал для нее раму. Теперь надо сделать сам огненный шар, который пролетает сквозь картину слева направо. Проще всего это сделать с помощью симуляции частиц. Итак, создаем эмиттер и задаем ему траекторию движения. Как-то так. Теперь покрутим настройки самих частиц, добавим свечение и в целом готово. Но не хватает одной важной детали. Возможно, вы этого не заметили, но в заставке этот шар поджигает венок, который ангел возлагает на голову святого Фомы. Так что с помощью тех же частиц быстренько сделаем имитацию огня. Вот теперь то, что надо. Вот он летит, летит и венок загорается. Огонь. Но зачем эта анимация? Как мы уже поняли, Соррентина вряд ли сделала бы эффект просто ради эффекта. И ответ, как мне кажется, кроется где-то на 12-й минуте 7-й серии. До пьер 13-го церковь заботилась обедом. Заботилась по остаточному принципу. Судя по всему, именно поэтому венок и загорается, тем самым показывая, что Господь не благословляет это показное милосердие и лицемерная забота о нищих. Да, это, конечно же, не нападки на святого Фому. Он, по всей видимости, действительно был истинным праведником. Но вот его современники и церковь вообще к 16 веку явно отдалились от первоначальных ценностей. И апофеоз этого упадка нравов особенно представлен на следующей картине. Название этой картины говорит само за себя. Вот стоит прославленный итальянский скульптор и архитектор Миклеанджело Буанаротти и показывает Папе Римскому модель собора. Однако есть вот одна небольшая загвоздка. В русскоязычных источниках везде говорится, что тут изображен Папа Пий IV. Однако в итальянской Википедии говорится о Павле IV, а в английском описании это вообще Юлии II. Это довольно любопытно. Но давайте разбираться. Как вы понимаете, собор Святого Петра в том виде, каким мы его знаем сегодня, стоял тут не всегда. Изначально тут вообще был легендарный и ужасный цирк Нерона. И лишь в 326 году при правлении Константина I тут была заложена христианская базилика, где были захоронены предполагаемые останки апостола Петра. Отсюда собственное название – базилика Святого Петра. Так она тут и стояла на протяжении нескольких столетий, но со временем она, скажем так, оказалась в аварийном состоянии и было принято решение ее снести. И инициатором постройки на ее месте нового собора стал Папа Юлий II. В 1506 году был утвержден проект архитектора Донату Брамонте, но стройка была долгой и за последующие годы сменилось несколько Пап и архитекторов. И уже лишь в правлении Павла III, а если быть точным, то в 1546 году руководство строительством собора было порочено Микеланджело, чем он и занимался до своей смерти в 1564 году. Это было уже при Папе Пии IV. Так что на самом деле очень трудно сказать, кому же из пап он в действительности показывал свою модель на картине. И как мне кажется, логичнее всего было бы предположить, что он показывал ее своему покровителю Павлу III. А вот итальянская версия с Павлом IV вообще представляется маловероятной, так как в отличие от других, этот папа вообще не был особым покровителем искусства, и более того, он урезал содержание Микеланджело. В общем, есть вопросики. Но самый главный вопрос, это что же вообще эта картина делает в заставке молодого папы? И изначально можно было бы подумать, что речь идет о демонстрации величия церкви. Но обратите внимание на анимацию. Я вот уже для вас ее воспроизвел. Огненный шар пролетает сквозь зонтик, и выбрасывая искра поджигает его. Мне в этом видится как раз-таки не в восхвалении величия, а наоборот, осуждение богатства церкви. Ведь зонт от солнца – это атрибут вельмож и богатеев. Более того, в каком-то смысле, это и осуждение самого строительства собора Святого Петра. Да, безусловно, это великолепное сооружение, памятник архитектуры и все в таком духе. Но за его величественным фасадом на самом деле скрывается нелицеприятная история. В 1506 году, когда был утвержден проект собора, то стало понятно, что его смета просто улетает в космос. И папа не нашел ничего лучше, чем запустить специфическую краудфандинговую кампанию. Он начал выдавать индульгенции в счет строительства храма. Если по-простому, то индульгенция – это грамота об отпущении грехов. Были даже прескуранты со стоимостью того или иного греха, а полученные деньги шли в церковную казну. В общем, это очень спорная штука с точки зрения религиозной морали. К такому же выводу пришел в свое время и Мартин Лютер. В 1517 году он обнародовал свои легендарные 95 тезисов, которые положили начало периоду реформации и протестантскому движению. И вот что говорилось в 86 тезисе. Почему папа, который нынче богаче, чем богатейший крест, возводит этот единственный храм Святого Петра охотнее не на свои деньги, но на деньги ничьих верующих? И действительно, почему? Осуждению этого чрезмерного богатства и упиванию властью как раз-таки и посвящена восьмая серия молодого папы. Именно в ней Лени решает покинуть собор Святого Петра и с папским визитом отправляется к самым нуждающимся. Он приезжает в миссионерский центр сестры Антонии в Африке, который оказывается настоящим деспотом и, пользуясь своей властью, наживается на страданиях детей. И в конце серии «Дни безбожественного вмешательства», разумеется, сестра Антония наконец-таки получает заслуженное наказание. Девятая картина в галерее «Варфоломеевская ночь» Франсуа Дюбуа. Это, собственно говоря, логическое продолжение прошлой истории. Европа разделилась на два прождущих лагеря – католиков и протестантов. Повсюду были погромы и жестокость, и «Варфоломеевская ночь» – это, пожалуй, одно из самых темных пятен в истории римской церкви. В ночь на 24 августа 1572 года разъяренные католики устроили массовое убийство гугенотов, так называли французских протестантов. В Париже было убито около трех тысяч человек, а по всей Франции по разным подсчетам более 30 тысяч. И, к сожалению, подобных праздничных моментов в истории церкви было немало. В своей книге «Когда папа просит прощения» итальянский журналист Луиджи Акатолия собрал все извинения Иоанна Павлова II, среди которых как раз-таки было извинение перед французскими протестантами за «Варфоломеевскую ночь». Безусловно, это был очень важный и правильный шаг со стороны католической церкви. Но, к сожалению, всевозможные скандалы не утихают вокруг Ватикана и по сей день. Об этом нам как раз и напоминает девятая серия «Молодого папы», в которой кардиналу Гутеррусу наконец-таки удается найти доказательства, обличающие архиепископа Кёртвелла в педофилии. Этот сюжет отсылает нас к реальному скандалу вокруг социализированного насилия над детьми в католической церкви, который разгорелся в конце 90-х в начале 2000-х годов. Кстати, об этой истории есть очень крутой фильм с Марком Руффало, который называется «В центре внимания». В 2016 году он даже получил две премии «Оскара». Так что, если будет время, посмотрите. Ну что же, это была последняя картина в галерее. И дальше «Огненный шар» в прямом смысле вырывается за рамки и метеоритом врезается в Иоанна Павла II. Помните, я говорил, что произведение искусства в заставке 10, ровно по числу серий? И оказывается, что придавленный метеоритом Иоанна Павла II – это тоже произведение, пусть и современного искусства. Этот арт-объект создал итальянский художник Маурицио Кателан в 1999 году. Это гиперреалистическая восковая фигура Иоанна Павла II в натуральную ветчину, которую действительно придавило метеоритом. И называется эта композиция «Девятый час». Разумеется, в свое время эта работа наделала много шума. И Кателана обвиняли в неуважении к церкви и вообще во всех прочих грехах. Он действительно очень скандальный художник. Взять хотя бы его приклеенный скотчем к стене банан или золотой унитаз. Но я не осмелюсь давать свою оценку и даже не буду пытаться это как-то интерпретировать, как, впрочем, и всех прочих современных художников. Фиг знает, что они там имели в виду. Но сам Кателан в одном из интервью сказал следующее. Это абсолютно не антикатолическая работа. Папа Римский скорее напоминает о том, что власть, какой бы она ни была, имеет свой срок годности. Почти как молоко. На этом и сойдемся. Итак, вместе с Джудом Лоу мы прошлись по основным этапам в истории католической церкви со всеми ее взлетами и падениями. Но, несмотря на трагический финал и недвусмысленность многих высказываний в заставке, сериал все же оставляет некоторое ощущение надежды. Надежду на то, что в итоге католическая церковь все же выучила уроки истории и возвращается к первоначальным ценностям. И нынешний Папа Римский Франциск во многом является образцом добродетели и смирения. Этим летом Ватикан заявил о его намерении с папским визитом приехать в Россию. Надеюсь, что если это действительно стучится, то ему хватит смелости произнести проповедь в духе лени. Бог есть любовь. И я не буду говорить с вами о Боге, пока не наступит мир. Потому что Бог есть мир. А мир и есть Бог. Ну а пока что не проматывайте заставки, обращайте внимание на детали и не забывайте подписываться на канал. С вами был Фил, канал Филот. Всем пока!